Спасибо. Спасибо. Кстати, там еще тебе администратор сказал, что ты попробовала тоже с телефона подключиться. Не подключается. Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Рад вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Здравствуйте. Давайте поговорим о таком вопросе, как правильно оказывать различные виды помощи нуждающимся людям, категории нуждающихся людей, и оказывать помощь, если вы являетесь социальным работником, социальным процедурусным украинского мава, ну или просто человеком, который так или иначе взаимодействует с другими людьми, помогает, оказывает различную помощь. Мы будем говорить, естественно, несмотря на то, что я являюсь психологом, по большей части мы будем говорить не о психологических аспектах этой помощи. Мы будем говорить о том, как обезопасить себя, о каких-то карантинных мероприятиях, как правильно взаимодействовать, простраивать диалог с бенефицарами, то есть с теми людьми, которыми вы являются получателями вашей помощи. В общем-то, поговорим о том, какие средства защиты лучше испытывать, чем они лучше, чем они хуже, чего не стоит делать во время карантина, чего не стоит бояться, а чего делать нужно, обязательно, важно, и это следует взять за правило. Вот примерно об этом мы сегодня с вами и поговорим по такому. И я надеюсь, что как только у нас наберется определенное количество человек на этой трансляции, что вы будете задавать свои вопросы, можете их писать, не стесняться. Все, что вас интересует, обязательно спрашивайте, и я обязательно на них отвечу, только я их прочту. Ну, может быть, по ходу эфира вы поймете, о чем мы говорим, и в связи с этим вопросы у вас возникнут, может, сейчас, по крайней мере, у вас их, может быть, еще недостаточно. Так вот, давайте начнем сначала. Будет небольшая такая вводная информационная лекция, не медицинская, это будет скорее лекция, основанная на тех материалах и тех рекомендациях, которые дает Всемирная организация здравоохранения. Все-таки, что же такое этот коронавирус и почему о нем так много говорят, чем он опасен, как он протекает, как он передается, и есть какие риски заражения, либо есть группы риска. В общем, попытаемся сегодня с вами еще раз эту информацию подытожить. Сразу скажу, почему я эту информацию вам озвучиваю. Конечно, она есть везде в интернете, она есть на официальных сайтах, она есть в открытых источниках, но не следует забывать, что мы с вами работаем с уязвимой категорией людей, мы работаем с теми людьми, у которых далеко не у всех, и у каждого есть возможность зайти в интернет. Эти люди могут не знать уже той информации, как нам кажется, уже полгода прошло, для нас это простейшая информация, да, что маску нужно надевать, руки нужно быть на 20-30 секунд и держать дистанцию полтора метра. Но для людей, которые живут в отдаленных каких-то районах, местах проживания, для людей, которые, к сожалению, не могут ввиду своих особенностей физических, физиологических передвигаться, или пользоваться телевизором, или еще и так далее, и тому подобное, они могут не знать этих простых вещей. Поэтому я считаю, что будет не лишним еще раз напомнить это сегодня, озвучить, и чтобы вы могли эту информацию доносить до людей, и передавать им ее, когда вы будете их посещать, либо консультировать, либо, ну, каким-то образом с ними взаимодействовать. Было бы, конечно, хорошо, если бы те, кто, если сейчас уже кто-то к нам присоединился, написал в чате, да, если, кстати, кто-то присоединился, поставьте там плюсик или единичку в чате, чтобы было понятно, что вы есть, ну, в общем, чтобы было понятно, что хорошо слышно, видно, и вы есть, поставьте там в чате плюсик. Вот, спасибо большое, Анастасия. Вот, и попутно для тех, кто к нам присоединился, это, конечно, по желанию, мне будет тогда понятнее и легче, если вы напишите то, чем вы занимаетесь, возможно, ваш род деятельности, кто вы по профессии, ну, в общем, вот такая вот информация, чтобы мне было понятно уже из того, что кто вы, возможно, простраивать сегодня свой диалог или свой рассказ немножко с упором на ваши профессиональные особенности. Вот. Да, что, Макс? А, окей. Хорошо. Мне тут подсказывают параллельно, что нужно немножко... Вот. Ага. Все. Ну, вот теперь будет еще лучше. Ну, теперь только прическу убрала. Все. Ну, ладно. Прическа – это не цель нашей сегодняшней встречи. Доброго дня, звук застывает. Ну, это, скорее всего, либо интернет-соединение, либо еще какие-то особенности. Я тогда буду говорить медленнее, чтобы звук не убегал сильно далеко. Так вот, чем опасен вот этот вот вирус, о котором все сегодня и в последнее время говорят, и который все обсуждают. И почему он все-таки опасен, чем простое сезонное заболевание гриппа, ОРВИ или еще что-то. Что многие могут сейчас сказать, и есть такие теории, когда мы слышим о том, что вот каждый год там от других сопутствующих заболеваний сердца, алкоголизма, спида, таберкулеза умирает гораздо больше человек. Да, это так. Это есть статистика. Конечно, с этим не поспоришь. Но важно помнить вот о особой ключевой опасности этого заболевания, как для нас, для людей, которые работают с другими людьми. Это то, что это заболевание на ранних стадиях, этот коронавирус, может протекать бессимптомно до нескольких дней. И также он может происходить вообще весь период заболевания, может происходить бессимптомно. И что это значит? Это значит то, что человек, который является носителем этого вируса, он может об этом совершенно не знать, не понимать, быть совершенно не в курсе, что он является переносчиком. Но при этом, выходя на работу, контактировать с большим количеством живых людей, особенно если мы говорим о социальных работниках, контактировать с людьми, которые находятся в зоне риска. Давайте напомним еще раз, какие люди могут у нас находиться в зоне риска в связи с этим заболеванием. Это пожилые люди, люди, которые 60+, это люди, у которых ослаблен иммунитет, это люди, у которых есть ряд сопутствующих хронических заболеваний, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет, ну и вообще люди, у которых есть определенные проблемы со своим здоровьем. Поэтому, посещая периодически таких людей во время выезда, во время мобильных выездов, смотря, я не знаю, какие они у вас, как у вас ваша работа строится, чем вы занимаетесь, может быть, вы передаете продукты, либо медикаменты, либо оказываете какую-то там пенсию, привозите этому человеку. Так или иначе, мы с такими людьми контактируем, с людьми, которые находятся в зоне риска. Мы можем совершенно не знать о том, что мы, в общем-то, являемся переносчиками этого заболевания. Поэтому мы можем подвергать не сколько себя в этот момент риску, а подвергать риску жизни и здоровья остальных людей. Вот это и есть ключевая опасность и особенность вот этого вируса. Также нужно, то есть, надо помнить, что он протекает бессимптомно, и мы можем об этом не знать. Что может, также еще, вот то, что я еще хотел сказать, и то, к чему мы еще будем потом, впоследствии, с вами возвращаться. Это то, как можно заразиться этим вирусом. Опять-таки, эту всю информацию мы с вами уже, я надеюсь, многие из вас знают, и вы это знаете, и я это знаю. Но, еще раз, его нужно, эту информацию нужно еще раз повторить. Для чего? Для того, чтобы вы, общаясь со своими бенефицарами, с теми людьми, с которыми вы работаете по долгу службы своей, вы могли бы эту информацию еще раз транслировать и пересказать, потому что далеко не у каждого из этих людей есть возможность получить эту информацию правильно, объективно и вовремя. Так вот, как можно заразиться этим все-таки вирусом? Первое. Ним можно заразиться при непосредственно близком контакте с человеком, с другим человеком, который является переносчиком. Что это значит? Это значит то, что если вы стоите напротив, вот стою я, вот стоит наш оператор Максим, и мы с ним стоим на расстоянии одного метра буквально, и я, допустим, болею. Я, когда говорю с Максимом, то я выделяю частички слюны, частички какой-то жидкости, которые оседают на одежде, могут попадать на другого человека. Вот таким образом, то есть это простой воздушно-капельный путь, воздушно-капельным путем это называется, как и грипп, как и другие респираторные заболевания. Так же, как можно заразиться? Если, допустим, какой-то человек, который является носителем этого вируса, он вот сел, подчихал и покашлял на этот ноутбук, который здесь стоит, как-то, ну не знаю, над ним долго сидел и что-то разговаривал. Когда приходит здоровый человек и начинает на этом ноутбуке работать руками, естественно, получается тогда то, что на руках у здорового человека появляется вот этот вирус. Но это еще ничего страшного. Если вирус остался на руках, ничего страшного может не произойти. Но если мы потом этими заразными грязными руками начинаем лезть в глаза, чесать нос, где-то там, не знаю, поправлять что-то на лице, вот так вот постоянно взаимодействовать, то таким образом этот вирус попадает уже с зараженных рук, он попадает на слизистую и таким образом попадает к нам в организм. И еще раз скажу, очень важно, это те вещи, которые мы говорим об этом вирусе, но мы его не видим, мы в том-то и проблема, мы не знаем, где он на поверхности сейчас. Он может быть на каком-то, не знаю, на упаковке с лекарством, на картонной коробке, которую вы можете доставлять нуждающемуся человеку. Он может быть на целлофановом пакете полиэтиленовом с продуктами, которые вы приносите этому человеку. Мы немножко дальше об этом поговорим, как вот эти риски все обезопасить, не риски обезопасить, в общем, а как обезопасить себя и человека, которому вы помогаете от заражения. То есть вот такие вот основные пути этот вирус может распространяться. Есть, конечно, по результатам некоторых исследований, что он может оставаться еще в пространстве, то есть человек покашлял, почихал, и это облако такое вот в лифте или где-то в замкнутом пространстве оно оказывается. Но опять-таки, если регулярно проветривать помещение, если соблюдать температурный режим, то никаких этих вирусных облаков не будет. Вот, еще что важно помнить и важно понимать, что если даже произошел контакт с зараженным человеком, если даже был вирус на руках, и вы где-то там потерли себе глаза от усталости и почесали нос, это далеко не 100%, что произойдет заражение этим вирусом. Если человек взял, там, подержался за грязный пакет, который принес из супермаркета, далеко не 100%, что он будет обязательно заражен. А к этому, ну, способствовать заражению может много разных факторов, таких как концентрация вируса, местный иммунитет, то есть способность человека просто по умолчанию сопротивляться этим вирусным инфекциям различным. Это состояние слизистой, почему так важно много употреблять жидкости, проветривать помещение и дышать свежим воздухом, чтобы наша слизистая была увлажнена. И таким образом это является естественной природной защитой от попадающих в наш организм вирусов. И вот по совокупности всех этих факторов может либо произойти заражение, может либо не произойти. И даже если оно произошло, то совершенно необязательно, что это будет прям очень крайне тяжелый случай с подключением к аппарату вентиляции легких. Он может пройти в легкой форме, может пройти бессимптомно. Это тоже так. Кстати, почему я это вам сейчас всем говорю? Я все-таки считаю, что, конечно, в конце я еще раз к этому приду, но повторю сейчас еще раз, что вот эту информацию, я считаю, жизненно важным доносить, особенно до пожилых людей, до людей, которые не владеют информацией, которые переживают страх, возможно, панику или просто неопределенность. Они не знают, что это такое вирус. Важно им об этом говорить, что это не какая-то там средневековая чума, которая вот стопроцентное заражение и все. Что да, есть группа риска, да, заразиться можно, но это не стопроцентно. То есть, таким, но все равно это не отменяет того, что нужно быть внимательным. В общем-то, вот эту информацию важно еще доносить. Вот. Погануть шуты звук на якисный нажаль. Ну, не знаю, а что вы имеете в виду? Мы не могли бы вы написать, Наталья, что значит звук некачественный, потому что мы подключили даже дополнительный микрофон, проверили и нам сказали, что все должно быть хорошо. Напишите, пожалуйста, какой звук, почему он некачественный, что именно он. Вот у нас сейчас подключился человек, говорит, что звук отличный, поэтому проверьте у себя, может быть, настройки какие-то. У нас, как его называют, системный администратор и оператор только что проверил на мобильном устройстве, говорит, что звук хороший. Вот. Давайте, значит, с вами двигаться тогда дальше. Это такая общая информация, которую я считаю лишним раз напомнить, чтобы мы понимали, о чем мы сегодня будем говорить. К сожалению, по времени мы ограничены, поэтому будем делать такие короткие блоки. Вот. Следующее. Это меры безопасности, которые вам рекомендуется соблюдать во время своей работы с другими людьми, получателями этой помощи. Меры безопасности. Сначала мы поговорим о личных мерах безопасности, которые следует соблюдать вам, как специалисту, который выезжает на выезды, либо оказывает какие-то консультации. А дальше мы поговорим о мерах безопасности для этого человека, которому вы оказываете помощь. И, в общем, говорим об этом. Давайте сначала поговорим с вами об том, как можно себя защитить в период пандемии, в период карантина, в период распространения этого вируса. Еще раз, коротко и о главном. В очередной раз поговорим с вами о масках, перчатках и средствах дезинфекции. Почему это важно? Это важно потому, что мы все знаем о том, что нужно носить маски, о том, что нужно дезинфицировать руки, мыть руки с мылом, нужно носить какие-то перчатки. Ну, наверное, каждый об этом слышал. Но, к сожалению, далеко не все люди знают, как это делать правильно. А это то, что касается масок, это вообще, ну, я не знаю, я каждый день смотрю в окно или выхожу за продуктами в аптеку, и я вижу, как люди носят эти маски, но мы об этом поговорим. Кстати, Макс, я тебя попрошу, а сможешь мне потом респиратор мой подать? Да, я на примере, буду показывать на примере, в общем. Итак, поэтому давайте начнем сначала с средств дезинфекции. Значит, что рекомендуется обязательно использовать с собой и всегда вообще носить с собой. Спасибо, Макс. Это средства дезинфекции. Они сейчас есть, продаются в интернете, есть эти средства, которые продаются в магазинах. Уже прошел тот период, когда их совершенно нет, они есть уже, их продают в аптеках. Это спиртосодержащие средства дезинфекции, у них должно быть содержание спирта, там, определенное количество, по-моему, больше 60%. Этот антисептик, так называемый, он может убивать вирусы на поверхностях и на наших руках. Для чего этот нужен антисептик? Этот антисептик нужен для того, чтобы мы могли обработать либо предметы, продукты, мобильный телефон, лекарства, деньги, которые так или иначе являются, ну, те предметы, которых мы касаемся. Либо для того, чтобы вымыть и продезинфицировать руки в тот момент, когда мы находимся в автомобиле, когда мы находимся на улице, где-то в другом месте, где нет у нас раковины и мыла, где мы можем помыть себе руки или помыть эти самые коробки. Иногда есть такие вещи, которые помыть просто невозможно, их можно только продезинфицировать. Вот зачем нужен этот антисептик. Это не средство, которое нужно тоннами заливать себя. Не знаю, потому что есть и такие люди, которые думают, что нужно им, я не знаю, чуть ли не мыло добавлять и душ с ним принимать. Нет, такого не нужно. Это для того, чтобы обработать руки. Ни в коем случае ни глаза, ни слизистые, потому что можно себя травмировать. Можно протирать руки и протирать какие-то предметы, которые вы хотите передать кому-то или используете их. То есть берете... У меня есть этот лакончик, просто он сейчас где-то там в вещах висит, я уже не буду доставать его. Это первое. Есть, конечно, там определенные нюансы к техническим, не к техническим, в общем, к составляющим этих антисептиков. Их можно изготовить самостоятельно, их можно купить, но обязательно тогда нужно посмотреть сертификат качества на этот антисептик, чтобы он не был где-то разлит где-нибудь там в гаражах на расстоянии 100 метров от ближайшей аптеки или магазина, и он будет больше состоять из воды, нежели от спирта, и толку от этого антисептика будет и будет абсолютно никакого. Все-таки нужно, чтобы он был качественный и правильный. Следующее. Перчатки. Для чего нужны перчатки? Опять-таки, перчатки нужны для того, чтобы обезопасить вашу кожу, ваши кожные покровы и ваши руки от попадания вируса. Лучше пусть этот весь вирус, пока вы ходите, ну, пока вы исполняете свои должностные обязанности, посещаете людей, дотрагиваетесь там до колиток, дверных ручек, не знаю, там, еще каких-то предметов, лучше делать это в перчатках. Почему? Потому что, да, по окончании своего рабочего дня или, ну, ваших обязанностей, ваших дел, эти перчатки можно просто снять и выкинуть. Либо эти перчатки можно собрать в какой-то пакет, ну, и потом продезинфицировать и простирать. Конечно, вообще, в принципе, эти предметы, они не рассчитаны на это, ну, чтобы, как там, знаете, как помните, было раньше, слопановые пакеты стирали и еще вешали их. Конечно, во всем мире, ну, эти вещи на это не рассчитаны, они стоят копейки, и их взял, попользовался, там, несколько часов или для какой-то операции выкинул. Но, к сожалению, у нас сейчас, как мы можем наблюдать, есть дефицит с этими антисептиками, есть дефицит с перчатками, есть дефицит с масками, они все продаются за бешеные деньги. Это сейчас их уже завезли, они их, их можно купить, ну, по крайней мере, у нас в Запорожье они уже есть, их можно купить. Вот, люди вынуждены использовать эти маски и перчатки много раз, и им ничего не остается делать, как просто использовать их многократно. Вот, поэтому это, что касается перчаток, обязательно должны быть перчатки. Крайне мере, в то время, когда вы выходите на улицу и работаете с другими людьми. Теперь, что касается масок. Тема эта гораздо более обширная, но тоже сейчас попытаюсь вкратце, вкратце и о главном рассказать о масках, для чего они такие не бывают, от чего они защищают, от чего они не защищают. Значит, когда мы говорим с вами о медицинских масках, которые нужно сейчас носить. Важно, потому что есть две теории. По одной из них говорится о том, что маска ни о чем, маска не может защитить от вируса, а другие люди, поэтому люди не понимают, зачем ее носить. Действительно, это так. Если мы берем простую хирургическую маску, которую вы все видели, она такая голубого цвета, светлая, такая маленькая. У меня просто респиратор, поэтому у меня маски сейчас с собой нет, вам ее показать. Или любая тканевая маска, которая сейчас продаются и шьют люди сами, из подручных средств таких очень. Либо какая-то марлевая маска. Что важно понимать про нее? О том, что эта маска, она не защищает от вируса. Если напротив стоит человек, который чихает, кашляет, у него вылетают вот эти вот частички слюны, они попадают на эту маску. Я уже там не говорю про глаза. Допустим, глаза у человека у вас защищены. Они попадают на эту маску. То вот эти частицы вируса, они проходят через эту маску просто вот, ну, как в открытые двери, не знаю там. Потому что волокна любой маски, которая сделана, что вот это хирургическая, медицинская, что какая-то домашняя маска, через нее все равно проходят вот эти вот все штуки, частицы вируса и происходит заражение. Даже если маска одета, очень много там говорят сейчас, вот, кстати, это важно сказать, продают маски какие-то там с каким-то напылением, какие-то там продают маски с какие-то вставками, специальные ткани, там цинк добавляют, медь, серебро. Я не знаю там, что еще могут в эту маску добавить. Понимаете, в чем дело? Ее можно хоть 10 слоев сделать, но тогда просто невозможно будет вдыхнуть. Это первое. А второе, это то, что когда мы одеваем маску, она не прилегает плотно вот здесь вот так вот к поверхности лица. Есть все равно щели, потому что если бы маска прилегала плотно, ну, это логически понятно, мы бы не смогли сделать вдох. Вот, все, маска прилегает неплотно, поэтому она может быть хоть из 10 там каких-то слоев и напылений, но воздух все равно может попадать через отверстия, которые вот есть со всех сторон. Сейчас я прочитаю, тут люди пишут. Периодично пропадает звук обозображение. На жаль, маю надею подивиться пизднейше запис вебинару, якщо буде така можливість у организаторів. Дякую за цікаву тему. Да, Наталья, такая будет возможность. Этот вебинар будет в записи, и у вас будет возможность его потом оставить и посмотреть уже в любой удобной для вас установке, я надеюсь, что без вот этих вот помех. Звук хороший, но виснет постоянно. Ну, если звук, по крайней мере, есть, то я не претендую, чтобы у меня было видно. Это не является нашей основной задачей нашего сегодняшнего вебинара. Главное, что есть звук, и вы меня слышите. И это хорошо. Это по поводу масок. То есть, еще раз, что важно сказать, что маска, она не защищает от человека или от вируса, который болеет. Маска, почему она нужна? Она защищает остальных людей, если вы являетесь источником или носителем этого вируса. Почему это происходит? Потому что, когда маска вот так на вас надета, ну, я покажу там, да, на респираторе простом вот таком вот, она блокирует частички слюны и соплей, там, при чихании, при кашле, которые содержат вирус. И вот эта вся вирусная, сейчас эта вся вот эта вирусная субстанция, она находится вот здесь, внутри маски. Она не разлетается на 2 метра перед вами. Она не улетает там на вашего собеседника. Поэтому, если вы больны, то вот такое средство защиты может помочь и уберечь остальных людей от заражения. Я еще раз скажу, почему это очень важно, потому что вы, точно так же, как и я, мы работаем с другими людьми. И мы можем даже не знать, покашливая или чихая, что мы уже больны вирусом, и мы распространяем. Таким образом, мы, одевая маску, мы не себя обезопасиваем. Мы помогаем человеку, с которым мы взаимодействуем, не заболеть и не заразиться. Потому что всегда, если есть хотя бы 1 сотая процента, что, может быть, мы больны, может быть, мы болеем, и есть риск, хотя бы там, не знаю, 1 какая-то сотая процента, что мы можем заразить какого-то другого человека и тем самым навредить ему состоянию здоровья, то я считаю, что одеть какую-то маску, пусть даже марлевую, такую плотную, самодельную, выезжая на работу и говоря с другим человеком, это просто наш долг и наша обязанность. Потому что таким образом мы можем сохранить жизнь любому человеку, которому, если мы, может быть, можем перенести эту болезнь, даже не заметив, то человек, который находится в зоне риска, с которым мы общаемся, он, естественно, подвержен опасности заразиться и перенести тяжелее эту болезнь. Вот, поэтому, выходя на работу, обязательно одевайте какую-то маску, которая может вас защищать. Еще очень важно, когда вы ее одеваете, вот многие носят маски вот так вот, на улице сейчас это видно, вот они вот так вот вышли, одели маску, понимаете, ну это тогда что, вот у нас такой закон вышел, правительство сказало, одену маску, потому что так сказали делать. Так делать не надо, если вы маску носите вот так, она, соответственно, ни от чего не защищает. Не надо делать вот так, когда человек, к которому вы приходите, может быть, пожилой, он плохо слышит, не надо вот так снимать маску и говорить ему на ухо что-то, чтобы он расслышал. Ну, потому что тогда, правильно, что я, Макс, говорю, тогда смысла от этой маски совершенно нету никакой. Она должна быть постоянно одета на вас. Она защищает другого собеседника от возможной, вероятной случая, если вы заражены. Дальше. Есть респираторы. Вы много слышали, что у них есть разные классы защиты. FFP3, FFP2. FFP2 хуже, чем FFP3. FFP2 обезопасивает где-то там, ну, я точно не помню, но где-то, допустим, процентов 90 от всех бактерий и вирусов, которые летают у нас. FFP3, более высокий класс защиты респиратора, он используется, он уже защищает полностью от всего, и он использует, его должны использовать врачи, которые непосредственно контактируют с зараженным человеком. Прямо вот приходят и в палате над ним вот так вот смотрят, взаимодействуют или что-то делают. Поэтому, опять-таки, вот такой респиратор тоже можно носить, он работает немного по-другому, чем маска. У него есть вот такой клапан, где есть специальный фильтр, который воздух пускает и его потом стравливает. И такой респиратор, он одевается на лицо, вот на эту область более герметично. То есть у него уже нет вот здесь вот нигде никаких путей, где может воздух, зараженный вместе с вирусом, попасть и тем самым навредить. Поэтому, конечно, если есть респиратор, то можно использовать точно так же его. Есть, конечно, там, ну, проводили исследования, говорили, что если человек в респираторе чихает, кашляет, то эта струя все равно выходит, и она еще хуже, чем в маске. Ну, понимаете, в чем дело. Вот еще очень важно, что сказать. Если вдруг вы чихаете или кашляете, обязательно говорите этим людям, с которыми вы общаетесь и работаете, и оказываете им помощь. Не надо чихать вперед, не надо чихать и кашлять на собеседника. Это простые меры безопасности, которых учат еще из детского сада или из школы. Не надо чихать в руку. Нужно чихать либо в локоть, либо, ну, если там нет вот этой возможности вообще отвернуться. И таким образом, какая бы струя отсюда, там, чего-то зараженного воздуха не вылетала из этого респиратора, эта струя, она все равно будет, ну, вы ее сможете закрыть рукой или чем-то. Тем самым, еще раз повторю, обезопасив вашего собеседника или человека, с которым вы контактируете. Я буду очень много сегодня об этом говорить, повторять это. Почему? Потому что, ну, потому что этот вебинар специально, он так и называется, для социальных противников. Правила наданя допомогу, вымога к коронавирусу для социальных противников, то есть для людей, которые работают с другой категорией людей. Ну, это так, если очень вкратце, о респираторах. Вот. Есть такой вопрос, нужно ли стирать маску или не нужно. Ну, еще раз говорю, это как же и с перчатками. Вообще, во всем мире этот продукт, он не рассчитан на то, что его стирают, дезинфицируют, развешивают, сушат и используют многократно. Но если уж действительно нет такой возможности, если уж, ну, там, правда, есть в силу каких-то ограничений у вас эта маска, там, или респиратор их мало, он там один или два, то, конечно, после того, как вы его 2-3 часа поносили, любая маска, вы заметите, она становится мокрая. А вот от сленей, от продуктов нашего, когда мы говорим, который выделяется, это средство защиты становится мокрое. Значит, его нужно снять, его носить уже дальше нет смысла. Это получается вот этот просто рассадник всего, что только можно представить себе. Я имею в виду вирусы какие-то и бактерии. Поэтому, ну, если уж нет возможности, ну, постирайте вы эту, продезинфицируйте вы эту маску, оденьте ее еще раз, там, еще раз и еще раз. Но если есть такая возможность, то их нужно, конечно, выкидывать и менять. Это что касается масок. Теперь, ну, по времени еще, чтобы немножко остановиться на этом пункте. Сейчас я посмотрю. Ну, в принципе, мы успеваем. Еще очень важное, то, что я не сказал, о мерах безопасности, это антисептик. О, антисептик, это дистанция, заговорился. Это дистанция. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию между людьми как минимум на расстоянии полутора метров. Что значит полтора метра? Ну, полтора метра, это где-то примерно... А лучше, давайте будем вообще, давайте лучше будем брать два метра. Так будет понятен. Это два очень больших таких шага, таких неестественных. Либо три маленьких шага. Полтора метра, это чуть ниже, чем средний там рост человека, метр шестьдесят, метр семьдесят. Это для тех людей, может быть, вы таким образом сможете объяснить тем пожилым людям, с которыми вы работаете, что такое полтора метра. Потому что, как оказывает практика, далеко не каждый человек понимает, что такое полтора метра на практике. Для многих это так вот. Вот. Почему это важно, опять-таки? Потому что на таком расстоянии те слюни, сопли, которые вылетают из нас, когда мы там говорим что-то, ну, если человек зараженный, они не долетают до собеседника, они остаются где-нибудь внизу. Видео и звук периодически подвисает на пару секунд, примерно раз в две-три минуты. Виктория, спасибо большое, но уже, к сожалению, мы не можем ничего сделать с этим. Я уж не знаю, я не специалист, это там связь интернета такая или что-то. Но если это две-три минуты и это подвисает, то, ну, прошу прощения, если у вас есть возможность, конечно, перетерпеть эти такие провисания, то, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Ну, большое вам спасибо, что вы пишете. Для нас это очень важно, потому что мы же не находимся по ту сторону экрана и не понимаем. Это что касается социального дистанцирования, про расстояние, почему важно держать расстояние. И в следующей части я про это еще, кстати, тоже поговорю, про расстояние. Это что касается средств индивидуальной защиты. Значит, запомните, маска, перчатки и антисептик. Это вот эти три вещи должны быть в идеале. Мы сейчас не поднимаем тему о том, что есть ли такое обеспечение на местах или нет. Это отдельная тема для разговора. Но вообще, в принципе, если это есть, то это нужно обязательно с собой брать, использовать и использовать по назначению. Как примерно что использовать, я вам уже рассказал. Если есть какие-то вопросы, напоминаю, здесь есть у вас чат, вы можете не стесняться спрашивать. Напоминаю, лучше что-то спросить, чем не спросить и потом не знать и совершить какую-то ошибку. Поэтому, если что-то интересует, то не стесняйтесь спрашивать. И мы, в общем-то, для этого этот прямой эфир и есть. Как бы мы могли просто снять видео и разослать вам? Он как раз-таки для того, чтобы в режиме онлайн вы могли что-то у нас спросить и получить консультацию. Так, дальше. О чем мы поговорим теперь? Это взаимодействие с вашими бенефициарами, с вашими получателями помощи. С теми людьми, которые от вас получают помощь. И ставим картину, что, допустим, вы уже у вас есть маска, у вас есть антисептик и хорошо, если у вас есть перчатки. Если перчаток нету, ну ладно, хорошо. Что нужно делать для того, чтобы вы могли обезопасить себя и обезопасить того человека, которому, скажем, вы приезжаете с каким-то домашним визитом. К сожалению, я не знаю, в чем именно заключается именно ваша работа каждого из вас, кто сейчас смотрит или будет смотреть потом в записи. Но возьмем такой вот, к примеру, усредненный случай. Первое. Банальная вещь, но ее важно все равно лишний раз напомнить. Если есть максимальная возможность у вас провести разговор, интервью, оценку потребностей, консультацию, неважно что, любой вид помощи, который вы оказываете, провести ее без встречи. Встречи. Используйте это по максимуму. Можно позвонить. Не знаю, если человек может пользоваться мобильным телефоном, у него он есть, он в состоянии говорить, брать трубку. Сделайте так, чтобы эта консультация, это был не визит очный к человеку, это можно было бы провести онлайн. То есть максимум, максимально ограничить общение, максимально ограничить контакты с людьми. И, собственно, это то, к чему весь мир сейчас склоняется, и это является наиболее эффективным средством предотвращения распространения этого вируса, это избегание контактов. Конечно, мы понимаем, что есть определенные рабочие моменты у вас, точно так же у меня сейчас, я сижу не у себя дома, а здесь мы записываем это видео, но, к сожалению, вот другой возможности записать нет. Поэтому мы также делаем свою работу для вас и для других людей, чтобы как-то в этой ситуации помочь и поспособствовать предотвращению вируса. Так вот, по возможности перенесите все свои рабочие вопросы, все свои рабочие моменты в режим непрямого контакта. Следующее. Если вы все-таки приходите к человеку, который нуждается в помощи, если это частный сектор, если человек живет в частном доме, и он может передвигаться, он может как-то хотеть, предупредите его заранее по телефону об этом. Во-первых, что вы придете, предупредите его о том, чтобы он вышел к вам, используя маску, либо какое-то средство защиты. Если у него оно есть, если нет, ну тогда сделайте так, чтобы ваша встреча происходила не в квартире, не в помещении, где этот человек живет, а чтобы сейчас, слава богу, погода уже хорошая, а не так холодно, чтобы вы могли повзаимодействовать где-то на свежем воздухе. Допустим, там зайти к нему во двор, а еще лучше, чтобы он вышел, если мы о частном секторе говорим, и поговорить с ним на улице. Объясняю, почему это важно. Еще раз. Потому что человек, который находится в сложной жизненной ситуации, возможно, у него есть какие-то проблемы с его здоровьем, возможно, есть какие-то ограничения по его передвижению. Мы подразумеваем, что он большую часть времени находится у себя дома в квартире, не выходит, ни с кем не контактирует. В Египте, естественно, он никуда не летал, не был, и, скорее всего, он не заражен. Но мы не знаем, заражены ли мы, что есть на наших руках, что есть на нашей одежде, что есть ли этот вирус, который выходит из нас, когда мы говорим. Поэтому, оказавшись в замкнутом пространстве, такого здорового человека, потрогав все стаканы, попив с ним вместе чай, потрогав, не знаю, там, все возможные постели, подушки, еще что-то, то, где этот человек живет и существует. Мы можем, есть все-таки, этот риск минимальный, но он есть. Мы можем оставить частички вируса в квартире или там в доме, где живет этот человек, где он, когда мы уйдем, будет точно так же брать и ни в чем не подозревая, не дезинфицируя, он уже находится у себя дома, с ним все хорошо. Он будет этого всего касаться, трогать и использовать в своих целях. Поэтому, еще раз, для того, чтобы обезопасить этого человека, постарайтесь минимизировать контакты. Не то, чтобы с ним, с ним это вообще понятно, не приближаться лучше к нему, а минимизировать контакты с его средой обитания. Лучше это сделать где-нибудь на улице. Конечно, возникает сразу вопрос, а что мы можем сделать, если человеку нужно, допустим, принести пакет с продуктами или пакет с лекарствами. Например, существует определенная процедура, по которой действовали в Китае, в которой действуют, вот у меня есть друзья в Европе, живут в Италии, в частности, они рассказывают, как это происходит. Такие службы есть уже у нас в Украине, ну не службы, а способы скорее. Эти способы не на вы. Это называется доставка до двери или доставка там до, ну в общем, как она происходит. Вот смотрите, рассказываю вам совершенно простой, банальный жизненный пример, как можно сделать. Берем пластиковую, картонную коробку, нужно доставить второму человеку. Что, как ее можно доставить? Можно прийти, постучаться человеку в дверь, взяться за ручку, открыть, зайти, сесть, все там потрогать, выпить воды, не знаю, там снять маску, снять. Фух, как же мне тяжело в ней дышать, я так устал, вот целый день езжу по выездам и в этой маске. И вручить этому человеку эту коробку, периодически на нее еще подышав и покашляв. Можно сделать по-другому. Можно подойти к тому месту, где живет человек, который нуждается в этой помощи, или ему предназначается эта посылка. Взять ее в руки, поставить на землю или подержать в руке. Взять этот антисептик, который вы с собой носите. Обработать эту посылку со всех сторон и положить, оставить ее там, обработать, где вы ее трогали, держали рукой, и оставить ее у входа к этому, в то помещение, где живет этот человек. Сообщить ему телефонным звонком или как-то там, сказав, я не знаю, подать сигнал, чтобы он вышел и забрал уже эту чистую обработанную посылку. Понимаете, вот в чем дело. Таким образом, если вирус где-то был на одежде у нас, на руках или в нашем дыхании, во-первых, маска его блокирует, он уже не попадет. Во-вторых, антисептик и все это, то, что вы используете, убьет этот вирус, и человек, который получит от вас эту передачу, таким образом он не заразится. Вот примерно вот такая вот алгоритм действий. Может возникнуть вопрос, а если мы передаем продукты, допустим, пакет с продуктами, крупа, хлеб, еще что-то. Точно так же, по этой же схеме. Допустим, я делаю так, когда прихожу в супермаркет, я прихожу домой и достаю, и там масло, крупа, что-то еще, я достаю и опрыскиваю антисептиком, протираю и только потом ставлю на полку. Вот только потом ставлю где-нибудь, и уверяю вас, в мире, где в тех местах, где были очаги заболеваемости, где большая смертность, где действительно эпидемия была в больших масштабах и продолжает быть, такие как там Италия, Испания или Китай, опять-таки по опыту общения со своими друзьями из этих европейских стран, там уже так делают. В том-то, почему и произошла проблема такого большого распространения резкого скачка вируса, потому что до того, как это все началось, никто так не делал. Все думали, да зачем мне мыть с мылом яблоко, которое я принес из супермаркета, которое неделю лежит вот на этом открытом стенде, и тысячи человек проходят, наклоняются и кашляют, над ним и чихают, понимаете, те, кто не одел маску. Думали же точно так же, думали о том, что зачем мне использовать антисептик, почему я не могу снять маску и обняться со своим там приятелем или тем-то. Сейчас же это все входит в норму и является, ну, уже абсолютно повседневным способом существования, меры безопасности при пандемии. Поэтому точно так же, если отец с продуктами, то взять продукты по возможности, обработать их и предложить человеку выйти или собрать. Отдельно, конечно, есть вопрос, это деньги. Деньги по-прежнему, что до вируса, что до этой эпидемии, что после они будут. И вот это, ну, наверное, многие согласятся, что это самый грязный предмет, с которым человечество каждый день контактирует. Ну, там, больше своей части. Потому что вот эту купюру бумажную или монетку, ее тысячи, тысячи, тысячи рук бывает в каких карманах, в каких, не знаю, там, кошельках она только не бывает. И, конечно же, когда мы деньги вот эти вот тоже берем в руки, пересчитываем их, все делаем, на них тоже может оказаться бактерии и вирус. Ну, и понятно, что дело, ну, если у вас там есть какая-то, возможно, вы приносите пенсию, я не знаю, если сейчас так еще приносят пенсию там пожилым людям. Приносят, да, они еще так вот. Ну, вот, получают на почте и приносят эту пенсию. Ну, понятное дело, что у вас, ну, антисептика не напасешься, чтобы каждую купюру там по 20 гривен или поскольку там выдают, обработать и отчитать. Это понятное дело. Но, по крайней мере, как-то эти деньги, как-то их взять, ну, хотя бы чуть-чуть минимально их опрыскать. Ничего с ними не будет, это антисептика. Если вы так два-три пшика сделаете и как-то поменьше их тягать где-то с махаднями и прочее, получить их, опрыскать антисептиком аккуратно, вот, файли, которые документы лежат, их завернуть и все, и не лазить туда, и не касаться к ним больше. По крайней мере, так. Ну, хотя бы так мы сможем обезопасить себя и тех людей, которым мы эти деньги приносим от заражения. Ну, конечно, по возможности, по рекомендациям, которые у меня здесь есть, протокол оказания помощи в условиях коронавирусной инфекции, в Украине он называется. Это документ, по которому я вам сегодня рассказываю эти рекомендации. Конечно, там говорится о том, что по возможности переведите все платежи в онлайн, но мы понимаем прекрасно, что какая-нибудь бабушка или дедушка, проживающая где-то там в одиночестве в каком-нибудь селе, они, конечно, могут не знать, что такое Приват-24, интернет там, или какой-то другой банкинг, интернет, ну, это мы-то можем понимать. Поэтому, ну, пока не везде есть возможность уйти в онлайн, я это тоже прекрасно понимаю, и это то, с чем нам нужно, в общем-то, как-то учиться жить. Вот, следующий вопрос по поводу контакта с получателями помощи. Ну, если так вкратце про индивидуальные контакты мы с вами обсудили, дистанцирование, свежий воздух. А, еще, вот что очень важно. Если все-таки вы по ряду причин, ну, потому что там человек не ходит, он не может вам выйти, открыть дверь, да, нельзя вам на улице где-то встретиться возле его жилья, вам нужно к нему зайти домой. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы после вашего ухода от этого человека в том месте, где он живет, либо была проведена влажная уборка, либо хотя бы были открыты окна, и на протяжении там получаса это помещение проветрилось. Еще раз говорю, почему это важно, потому что частицы вируса могли остаться на вашей одежде, они могли там остаться где-нибудь на руках, на перчатках, на этих же самых. Они при контакте в этой квартире могли где-нибудь сесть на пол, это могло быть каким-то, ну, могло остаться эти частицы в воздухе. Поэтому проветривание, чтобы холодный воздух прошел, все это прогнал, проветрил, если очень даже хорошо, если получится сделать влажную уборку после себя. Понятно, что не все это могут сделать, ввиду это уже частный случай, но тем не менее это то, о чем важно говорить, и вы можете получателю помощи, бенефициару об этом предупредить, что ему обязательно нужно провести ряд вот этих мероприятий после того, как вы уходите. Это тоже, кстати, очень важно, и хорошо, что я об этом вспомнил. Следующий вопрос. Если касается массовых каких-то мероприятий, понятно, они сейчас запрещены у нас, у нас это нельзя, но вдруг, если есть какая-то возможность или вдруг будет теоретическая, гипотетическая возможность, мы не знаем, хотелось бы, чтобы все развивалось как можно лучше, но на всякий случай об этом тоже важно сказать, потому что вдруг, если вам придется работать с большим количеством людей, либо в каких-то мобильных госпиталях или еще где-то, не знаю, там выдавать помощь гуманитарную или что-то делать. В общем, любая деятельность рассчитана на то, что у вас будет контакт не один на один с получателем помощи, а таких людей будет много. Что важно делать? Значит, важно помнить, что меры предосторожности такие же, как и при индивидуальном контакте. Заблагодеременно всех тех людей, которые должны к вам, допустим, прийти в какой-то назначенный момент, следует предупредить, чтобы они взяли маски, чтобы они одели какие-то средства защиты обязательно, чтобы какие-то марлевые повязки хотя бы одели, ну, если уж совсем нету ничего, ну, чтобы, не знаю, как-то защитили нос и свое лицо, свой рот, понимаете, чтобы были все равно средства защиты. По возможности, конечно, они их использовали и респираторы, и так далее, и тому подобное. Но если нет, чтобы хотя бы просто могли защититься. Если возможно, попытаться по телефону, либо посредством какой-то другой связи, уйти от того, чтобы одновременно, там, к примеру, на 8 утра у вас пришло, там, 30 человек. Этого делать не нужно. Нужно постараться организовать свою работу так, чтобы у каждого человека как можно меньше их приходило, чтобы каждый приходил в назначенное время, растянуть вот этот вот момент одновременного скопления людей, растянуть его в промежутке, потому что, как показывает опыт уже протекания коронавирусной инфекции, мы все знаем, там, в начале еще у нас в стране, были вот эти вот в селах, как их называют, собрания, там, где был полуассела, были вот какие-то мероприятия, где люди приходили, собирались, что-то там, голосовали за что-то, или говорили свои требования, ну, в общем, была такая социальная активность, и на них были люди, которые уже были заражены, и после этого, ну, в общем, такое массовое скопление людей, никак не защищенных, является прямым просто распространением этого вируса и прямой угрозой для всех людей, которые туда пришли, как минимум. Так вот, попытаться всех людей направить по определенному времени, чтобы они приходили. Также, что еще можно сделать? Если вы будете осуществлять этот прием или эту деятельность в каком-то моменте, помещении, которое, скажем, закрытое, то позаботьтесь о том, для этого не нужно обладать какими-то технологиями. Возьмите простые листики, вот такие вот, которые есть на каждой работе, они есть. Возьмите маркер, хороший, чтобы было видно хорошо, и продумайте план, по которому вы сделаете определенные знаки и разметку для людей. Напишите, там, дистанция полтора, а то и лучше два метра. Стоять здесь, очередь здесь, а мыло и дезинфектор, которые вы, конечно же, поставите перед каким-то массовым собранием, это, кстати, является обязательным тоже пунктом при организации вот такой вот работы с людьми. Обязательно должно быть место, вот, как сейчас во многих там супермаркетах продуктовых или на заправках, стоит дезинфектор. Если не мыло, пусть хотя бы стоит и где-то место, где можно помыть 20 секунд эти руки. Будет подписано, руки мыть здесь, там, получать консультацию здесь. Опять-таки, для чего это делается? Для того, чтобы люди, которые одновременно попадают или не одновременно попадают, ну, первый раз приходят к вам на прием или на какое-то вот собрание важное, чтобы избежать вот этой вот толпы и в несколько десятков, там, да, или хотя бы 5-10 человек, которые одновременно так зайдут и будут стоять и ждать. Чтобы как-то разделить, чтобы было понятно, где там получать помощь, где получать пенсию, где получать продукты, где писать заявление, где писать справку, где лучше ожидать, как помыть руки. Сделайте это, не займет, продумайте этот план и напишите его для людей, следите, пожалуйста, за его исполнением. Потому что мало написать, у нас тоже везде вот на заправках, здесь в Запорожье и в супермаркетах висят вот эти плакаты, висят, далеко не все люди это соблюдают. Важно еще за этим следить. Помните, что если люди приходят к вам и вы с ними взаимодействуете, то это ваша ответственность. Но она не только профессиональная, она еще и гражданская позиция и ответственность следить за распространением и за соблюдением техники безопасности. Вот, это по поводу того, что я говорил о каких-то массовых собраниях. И да, важно еще на любых мероприятиях, где очень много людей собирается, или хотя бы два-три, больше чем один, чтобы было организовано место с дезинфектором, либо с перчатками, либо с мылом, где люди смогут приходить и мыть руки до и после этой встречи. Как можно больше. Ну, то, о чем мы не повторяем, конечно, я сегодня об этом не говорил, но никто не отменял еще мытье рук и частое мытье рук. Пришли с улицы, потрогали какие-то там продукты, предметы на улице, пришли с работы, собираетесь вы там, не знаю, где-нибудь там дома или где-то снять маску и там, не знаю, там заполнять какие-то, сидеть там в кабинете документы, помойте перед этим руки, потому что вирус может оставаться на пальцах. И вот это вот, ну, понимаете, даже когда маску мы одеваем и носим маску, мы постоянно ее поправляем. Если вы присмотритесь к себе или к остальным людям, как это носят, 100%. Маску все носят так, и я тоже очень часто это делаю, потому что это неестественно, когда на лице какой-то предмет, он нам давит, у нас сразу начинает что-то чесаться, как-то сидеть, мы эту маску, мы ее одели, мы вот этими руками ее постоянно трогаем, свыкаем, натягиваем, пытаемся поправить. Мы же напрямую там глаз не чешем, допустим, да, но тем не менее, есть очень близкий контакт с лицом, и поэтому руки, чем чаще вы их будете мыть, тем будет лучше. Руки нужно мыть, естественно, вы все помните, 20 секунд, 30 секунд, еще лучше, но можно 20. Вчера только был на заправке и увидел очень-очень замечательную картинку, где, значит, такой маленький плакатное зеркало наклеено. Там в таких квадратиках нарисовано, как мыть руки, процедура там выдавить мыло, включить кран, мыть руки так, мыть руки так, мыть руки так. И оказывается, что если петь песню «Черво Наруто», то это как раз займет 20 секунд. Там прям вот слова из песни «Черво Наруто», «Нашухай вачурам», «Та-та-та» и плюс припеха, это как раз получается 20 секунд. Поэтому примерно вот можете петь песню, подтягивать ридную мову, заниматься творчеством и тем самым еще повышать себе настроение. Ну, если мы успеем, еще в конце я вам скажу о психологической помощи и о роли положительного настроения, эмоции во время карантина и пандемии, все-таки по своей профильной уже более части. Вот, это если я, ну, я думаю, мы успеем, судя по всему по времени, мы еще успеем об этом поговорить. Напоминаю для тех, кто присоединился и не отсоединился, сегодня мы говорим о правилах наданья допомог и вымогах коронавирусной инфекции для социальных противников, для людей вообще, которые работают с другими людьми, которые выходят, контактируют. Как себя вести, какие могут быть ошибки, что можно делать, чего нельзя. Напоминаю, что у нас есть, для тех, кто первый раз или никогда не был подобного рода, если вы смотрите сейчас прямо в прямом эфире, то там тут есть чат, вы можете написать свой вопрос. Если вас что-то интересует, напишите, пожалуйста, может быть, есть какой-то вопрос, напоминаю, что лучше спросить, чем не спросить и потом не знать. Мы для этого здесь и сидим, делаем это, не сидим дома, не соблюдаем прям такой карантин, а приехали вот сюда, чтобы записать. Это все именно для вас, чтобы у вас была возможность задать вопрос, чтобы мы могли дома просто на телефон снять это видео и всем разослать. Но нет, мы делаем прямой эфир именно для возможности отвечать на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Так, надо еще воды попить. Дальше. Переходим к следующему пункту нашей сегодняшней беседы, встречи, беседы. Сегодня еще хочется сказать о реагировании на подозрение заражением коронавирусной инфекции у бенефициара, то есть человека, к которому вы приходите, получателя вашей помощи, либо у самого социального работника. Давайте немножко начнем с того, все-таки, еще раз напомним эту информацию о том, как может протекать коронавирусная инфекция, ее основные симптомы. Если мы посмотрим на статистику, сейчас я ее посмотрю, если она у меня есть под рукой, я вам ее скажу. Если нет, тогда скажу ее по памяти. Ну, хорошо, давайте, я ее не буду сейчас, просто не будем тратить время, искать в телефоне эту презентацию. Наиболее частыми симптомами являются повышение температуры, больше чем 37,5 градусов, и сухой, устойчивый, сухой кашель. Дарья, спасибо, все доступно и понятно. Спасибо вам большое, Дарья. Вы меня мотивировали на еще полчаса рассказов. Вы написали, теперь у меня есть еще энергия и силы вам рассказывать дальше. Так вот, протекает. Это повышение температуры, это кашель, это задышка, это состояние усталости, это вот, ну, некоторые затруднения с дыханием и сухой кашель. Это наиболее распространенные симптомы. Сейчас описывают другие симптомы, которые могут встречаться реже. Такие, как покраснение глаз, либо, часто стал появляться вот этот симптом, резкое пропадание, обоняние и вкуса. Вот, говорю про симптомы, что-то аж сухости, кашлину захотелось. Это тот случай, когда, ну, мы не чувствуем запахи. Знаете, вот, как бывает при простуде иногда, или при аллергии, вот у меня тоже есть аллергия, кто знает, вот заложило нос, что мы, что едим, что не едим, что мы запаха не чувствуем. Вот это также может происходить при коронавирусной инфекции. Многие люди эти симптомы описывают. Также, что еще может быть? В редких случаях наблюдается диарея, расстройство желудка. По поводу насморка говорится о том, что он может не встречаться. То есть, как правило, это только кашель. Вот. И иногда может добавляться, но реже, боль в горле. То есть, ну, все равно, наиболее распространенные симптомы – это сухой, сильный кашель, сухой, и повышение температуры. Некоторая слабость, задышка – вот это вот есть с симптомами коронавирусной инфекции. Вот. На самом деле, по поводу алгоритмов реагирования, то, что нужно знать вам, то, что нужно знать мне, это все очень просто. Это то, что вам нужно донести, это до людей. И помните это тоже самим. Если вдруг вы наблюдаете у себя, либо у человека, с которым вы работаете, оказываете ему помощь, какие симптомы, то первое, что нужно сделать, первое – это, даже если симптомы легкие, даже если это просто потеря, обоняние и легкая какая-то слабость, первое – это самоизолироваться. То есть, что это значит? Попытаться сразу же при появлении симптомов, избежать социальных контактов с родственниками, друзьями, с коллегами. Не продолжать ходить на работу с соплями и с температурой, потому что такие случаи, они повальны. Их в этих случаях, ну, я не знаю, сколько их процентов, но по той информации, которая мне известна, вот по Запорожью и по Запорожской области, неделями люди с температурой ходят на работу, посещают, в частности, так вот говорят, в Норгодаре такое было. Человек с температурой продолжает куда-то ходить, посещать какие-то объекты, рабочие, нерабочие, магазины, супермаркеты, там, занимаясь самолечением, понимаете, при этом подвергая риску остальных людей, с которыми он контактирует. Да, может быть, этот человек, никто не говорит, что он там плохой, или он это делает специально, нет, не об этом речь. Человек может действительно думать или хотеть верить в то, что у него не коронавирус, а у него просто там ОРВИ, либо аллергия. Может, этого хотеть, понимаете, находиться в стадии отрицания, если, может, там будем говорить о психологических аспектах, но мы о них пока не будем говорить. Да вот, и таким образом продолжать заражать других-других-других людей, поэтому мы потом получаем вот такие скачки резко, потому что один человек там может по статистике, может, вы знали, слышали об этом, там, до 30 людей там подвергает опасности, а каждый этот еще 30, поэтому мы имеем такую геометрическую прогрессию, наблюдаемую в Италии, в Испании и в Америке, кстати, тоже. Так вот, при появлении симптомов, почему я вам это все говорю, сразу же, первое, это самоизолироваться по возможности. Понятное дело, что мы живем, все мы понимаем, что это может быть не всегда возможно, что есть там пятое, десятое, шестое, что многие люди живут в однокомнатных квартирах либо там в одном помещении, может, несколько семей даже бывает, живет и дети, и бабушки, и прабабушки, и правнуки, и мы это все прекрасно понимаем, но, тем не менее, эти рекомендации никто не отменял по возможности попытаться, по крайней мере, тогда изолироваться, ну, не лезть обниматься, целоваться и не есть там из одной ложки вилки, если у вас температура или кашель, понимаете, хотя бы вот, ну, если уж вообще нельзя никуда деться, то хотя бы вот минимизировать вот такие контакты близкие. вот, это первое. Второе, то, что важно сделать, это позвонить своему лечащему врачу, если такового имеется. Если такового врача не имеется, ну, или там, не знаю, он, может быть, не берет трубку, что-то случилось с телефоном, такое тоже может быть. Есть, ну, я думаю, что, кстати, перед этим еще скажу тогда, вот нет, давайте так сделаем, вот так, звони своему лечащему врачу, вот такой алгоритм. И он уже, эти врачи, их уже медики, они специально этому обучены, у них уже есть свой алгоритм реагирования. Они зададут вам, либо человеку на подозрение на вирус, определенные вопросы касательно протекания болезни, касательно симптоматики этой болезни. И, ну, я не врач, да, там у меня есть знакомые врачи из Запорожья, которые мне об этом рассказывают. Но алгоритм этот там состоит из-за многих вопросов. И согласно этого, лечащий врач делает выводы о том, что делать. Вызывать к вам бригаду скорой помощи, медицинской, неотложной. Рекомендовать вам оставаться дома и наблюдаться. Срочная госпитализация и так далее, и тому подобное. Упаси Бог, при температуре, кашля и сопля, идти в поликлинику и говорить «Доктор, что со мной?» Вот это запомните. И говорите это, пожалуйста, людям, к которым вы приходите. Потому что, особенно люди пожилые, они могут этого не понимать. Ну, просто в силу там возрастных особенностей. Они могут не знать. Они действуют то, как они привыкли жить. Если у меня температура либо в кашле, либо в сопле, я иду в поликлинику. И я, не знаю, вот этого делать не надо. Это тоже сплошь и рядом. Мы имеем уже там на данный момент порядка 90, только подтвержденных в Украине, там на сегодня, на 15 апреля, случаев заражения медиков. Потому что человек, больной коронавирусной инфекцией, он идет в больницу, он стоит в очереди, в регистратуру, он сидит вот в этом коридоре, рядом со здоровыми людьми. Он заходит в кабинет к врачу, понимаете? И тем самым распространяет эту инфекцию. Такое было и в Италии, кстати, тоже, когда вспышка начиналась. Там же все с того и началось, что больной мужчина, он пришел в больницу, и потом резко там все, кто с ним контактировал, врачи и медсестры заболели. Поэтому это очень важно. Не надо никуда идти. Это очень важно. А тем более без маски. Важно позвонить лечимущему врачу. Либо если симптомы, не знаю, как правильно сказать это медицинским термином, потому что я не врач, если симптомы протекают тяжелее. Допустим, сильная температура, там под 40 градусов, тяжело дышать, прямо есть удушье, задышка, какие-то шумы в легких, ощущения непереносимые, сдавливание грудной клетки. В общем, если симптомы совсем уже тяжелые, тогда фиг с ним с этим, простите, в прямом эфире за такую фразу, фиг с ним, но вопросы серьезные просто. Звоните сразу в скорую помощь, 103. У них тоже есть у операторов свои алгоритмы сейчас, с которым они работают. Как общаться с человеком, который звонит и сообщает о том, что он подозревает то, что у него коронавирусная инфекция. Они точно так же задают специальные вопросы, благодаря которым будет приниматься решение этими людьми, специально обученными медиками, врачами, операторами скорой неотложной помощи. Что делать? Высылать за вами бригаду, брать тест на вирус, везти в больницу или делать еще что-то. Пожалуйста, не надо заниматься самолечением и не надо рекомендовать самолечение тем людям, с которыми вы работаете. говорите им то, как нужно себя вести. Говорите им о этих шагах, что они должны звонить врачу. Если у них нет номера врача, пусть они позвонят вам и скажут вам. Там Наталья, Валентина, это я просто имена читаю. Сейчас либо Виктория, простите, не знаю, как по отчеству. У меня поднялась температура и кашель. И у меня дышка. А я тут ко мне приезжал там племянник, который с Польши вернулся неделю назад, заходил ко мне чаек попить. Вот скажите, как мне быть в этой ситуации. Пусть они вам позвонят. И вы уже тогда сможете их, по крайней мере, еще раз успокоить и сказать им, чтобы туда не позвонили в 103 или дать им телефон врача, который, я надеюсь, у вас эти контакты тоже есть. Если нет, сами уж позвоните врачам и сообщите, что есть вот такой вот пожилой человек, пенсионер, нетранспортабельный, я не знаю, там смотря какой человек, ему нужна помощь. И вас уже сориентируют. Вот это самое важное. Также есть номер сейчас горячей линии всеукраинский номер. Всеукраинский. По вопросам, ну, не по вопросам противодействия коронавирусу, а горячая линия, которая позволяет обращаться с вопросами касательно карантина, эпидемии, коронавирусной инфекции и всей темы, которая есть. Это линия 15-45. 15-45. Несколько раз я ее буду еще потом повторять. Напишите сейчас прямо себе, если смотрите, возьмите только, ну, бумажечку какую-то или в телефоне, забейте ее там где-то вот прямо сейчас, пока вы это слушаете, чтобы не забыть. Это тоже очень часто бывает потом, и потом это не наступает, так называемая прокрастинация. Но это опять мы не туда, мы не в тот вебинар сейчас можем нечаянно уйти. 15-45. Запишите. Всеукраинская горячая линия по вопросам коронавируса. Если уж, ну, не знаю, там, ни скорая не берет трубку, ни врач там ваш не берет трубку, я не знаю, вы дозвониться не можете, а еще лучше позвоните всем для успокоения. Так будет лучше. Лучше, понимаете, лучше позвонить всем, чем не позвонить никому, сидеть в этой тревоге и не знать, что делать, тем самым нагнетать обстановку и подвергать свой организм еще лишнему стрессу. Потому что с точки зрения психологической, чтобы снизить тревогу, это погашенный импульс какой-то нереализован, и чтобы тревога уменьшилась, нужно сделать как минимум какое-то действие. Поэтому лучше позвонить по этим номерам, и тогда тревога, по крайней мере, будет проходить, не будет. Ну, ладно, я потом еще об этом поговорим. У нас есть вопрос, если после приезда, например, с Египта в течение 14 дней не было никаких симптомов, может ли человек начать общаться с родными? Очень хороший вопрос. Вообще, в принципе, считается, что да, это из той информации, которая мне известна из источников, ну, открытых источников. Вообще считается, что да, но также пишут о некоторых исследованиях о том, что вирус может жить в человеке в какой-то скрытой, легкой, слабо выраженной форме и больше 14 дней. То есть, карантин 14 дней не прошло, а вирус еще в организме есть, и он еще может в каких-то незначительных количествах выделяться. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, доходить до, знаете, до абсурда и сидеть еще полгода потом в карантине, понимаете, если после Египта это тоже, конечно, там не очень правильно, потому что это просто бессмысленно. Но я думаю, что выходить из того, что у нас есть сейчас, это 14 дней карантин, утвержденные протоколы лечения, обследования и сопровождения людей с коронавирусной инфекцией, утвержденные Министерством Всемирной организации здравоохранения, они говорят, да, о 14 днях. Поэтому я думаю, что это действительно 14 дней может хватить, но только важно понимать, что после этих 14 дней не надо срывать с себя маску, открывать дверь из своего дома, там, где этот человек живет, и бежать на шашлыки, бежать к своим друзьям, родственникам, обниматься с ними, саловаться и говорить, как мне было плохо без вас эти две недели, как мне было тяжело, и давайте с вами, в общем-то, будем опять вместе, вот этого делать не надо. Конечно, нужно возвращаться к жизни, если симптомов не было, и слава богу, значит, человек здоров, значит, все хорошо, но опять-таки, без фанатизма, понемногу, 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 там на какой-то второй, на третий день можно будет уже войти в свой ритм. Но опять-таки повторюсь, что информация, по крайней мере, есть такая, что он может оставаться, есть также информация, что некоторые люди повторно болеют коронавирусом, что иммунитет не вырабатывается, в другой информации говорится о том, что это просто вирус, он был немного погашен, но недолечен, и он потом опять появляется, в общем, ну, это такой медицинский вопрос уже, частный случай, но пока в широких таких заявлениях я не слышал о том, что 14 дней это мало, сидите там 21 день, или сидите 30 дней. Ну, это то, что знаю, я надеюсь, я вам ответил. Может ли человек общаться с родными? Может, конечно, но опять-таки, соблюдая меры предосторожности, нося маску, все-таки еще какое-то там время общаясь, выходя на улицу или куда-то там, имея антисептик, соблюдая дистанцию в полтора, то лучше два метра, и может общаться с людьми, наоборот, лучше общаться во время этих двух недель, и большое спасибо этому человеку, что он, в отличие от многих людей, все-таки две недели провел дома. Другой вопрос, почему он, что он делал в Египте в разгар пандемии, но это уже отдельный разговор, у меня тоже есть много людей и знакомых, которые живут по всему миру, и это не обязательно те люди, которые прям вот наплевали на правила и поехали отдыхать. Об этом тоже важно помнить и оставаться нам людьми сейчас, и не нападать на тех людей, которые приехали там из Польши или из каких-то других европейских стран, которые приехали откуда-то там, с Египта, из Турции, неважно откуда, это нормальная практика. Это люди, которые жители нашей страны, нашего государства, и государство должно заботиться об этих людях, но должны их привезти назад на родину, и они имеют полное право находиться, и каждый человек может оказаться совершенно в разных условиях, и он мог оказаться за границей, ну, особенно, как очень много вот зарабичан сейчас, ну, уверяю вас, далеко не от самой лучшей хорошей жизни. Если бы здесь было все хорошо, никто бы не ехал туда, в Европу, или куда-то работать. Вот, поэтому призываю вас относиться все-таки толерантно, терпимо ко всем людям, которые приезжают, которые вынуждены сейчас быть на карантине. Ну, тут, понимаете, никто не застрахован, человечество оказалось перед такой угрозой, и все мы сейчас должны вынуждены остаться, подумать о себе, и подумать о своих близких и родственниках. Спасибо за ответ, очень понятно и доступно. Спасибо вам еще. Этим отзывам вы еще минут на 10 продлили бы возможность говорить что-то. Ну, у нас где-то остается еще минут, у нас заявлено было в программе вебинар полтора часа, прошло уже один час одиннадцать минут, у нас еще где-то около девятнадцати минут есть на то, чтобы, я надеюсь, все-таки будут ко мне вопросы какие-то. Давайте же, будьте активнее, пожалуйста. Значит, телефон у рядовой горячей линии испытаний коронавирусной инфекции 15-45. Кто не записал, запишите прямо сейчас. Можете даже на руке себе ручкой записать, если есть 15-45. Ну, а, еще смотрите, кстати, вот для тех людей, кто зарегистрировался, я же правильно, Аня, мы потом раздавки им будем высылать. Для тех людей, нет, анкету, анкету, а потом скажешь про анкету, не будешь ничего говорить. Ну, хорошо. Ладно, в общем, тогда запишите номер 15-45 на всякий случай. Пусть он у вас будет, и чтобы люди, которые к вам обращались, возможно, или вы сами знали о том, как реагировать. Так, ну, и давайте тогда, отлично, мы идем четко по плану. У нас остался еще один вопрос на сегодня. А, нет, подожди, давайте я вам сейчас, пока я попил воды, я вам расскажу. Для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, как долго коронавирус живет на поверхности. Может быть, вы знаете, это, когда вы будете своим венефициаром, получателем помощи рассказывать о том, как важно не хвататься за металлические предметы, протирать поверхности, и мыть руки, можете им об этом говорить, что пока что не зафиксировано, неизвестно, сколько на еде и воде. Медь 4 часа, банки с напитками, фольга, монеты, ну, вот эти банки жестяные, 2-8 часов вирус может жить на поверхности. Картон один день, и это важно. Почему? Потому что картон, мы получаем посылки, картон, картон, это универсальный, ну, такой вот материал, в котором мы можем что-то перевозить, по почте что-то получать. Помните, что картон, вирус на картоне живет один день. И если, скажем, вы пришли на почту, и недобросовестный работник почты, который носит маску, как я показывал, не вот так, а вот так, склонился над вашей посылкой, которую он вам выдает, или которую вы получаете для своего бенефициара, для какой-то бабушки, бабушки или дедушки, на почте. Этот недобросовестный работник почты склонился без маски над этой посылкой, подчихал на нее, покашлял на эту посылку, не прикрылся вот так локтем, не на ней носит маску. Его слюни и его сопли, которые вылетают, которых является этот вирус, коронавирус, они оседают на картон. И пока вы сели в машину, и вас водитель или вы пешком от почты дошли до получателя помощи, до его дома или квартиры, пройдет не день, пройдут не сутки, пройдет несколько минут до нескольких часов. Важно помнить, что на картоне вирус будет оставаться еще в сутки. И когда вы придете, и вот радостно этому человеку вручите посылку и скажете, вот вам тут помощь, вот вам помощь прислали, новый слуховой аппарат вам пришел, или новый аппарат для давления, этот человек радостно, без перчаток, своими ручками, возьмет эту посылку, будет ее разрывать, будет ее проверять, потом вирус перейдет к нему на руки. И эта бабушка или дедушка, устав эту посылку открывать и примерять на радостях, понимаете, начнет браться за лицо, за глаза и говорить, ой же, как же хорошо, что вы нам ее доставили. Только вот вирус из рук попадет на слизистую. Не дай бог, конечно, чтобы так случилось, но он может попасть на слизистую этого человека, и этот человек, находящийся в зоне риска, имеет большие шансы заболеть, чем, скажем, более молодой человек, который не находится в зоне риска. Понимаете? Вот чем опасно, чем опасен этот вирус, то, что я говорил в самом-самом начале, то, что он скрытый, мы не видим этого вируса, мы не знаем, мы можем не кашлять, не чихать, но он может быть среди нас. Поэтому картон, посылки, сутки, как это, что нужно сделать, чтобы это время уменьшить? Опять-таки антисептик, дезинфекция. Ну, картонную коробку уж не будете, мыло будет, она разлезется, все понятное дело. Я не пробовал, конечно, но антисептиком попшикать хотя бы и протереть ее тщательно. Либо, ну, некоторые советуют, говорят, что на солнце коронавирус этот очень боится солнца, очень боится ультрафиолета, и выставить где-то на балкон под солнцем эту посылку, чтобы она там пожарилась, несколько часов постояла. Ну, может и так лучше, конечно, сделать, но лучше ее обработать дезинфектором, как я вам сказал, и бесконтактно передать этому человеку, обработать, положить ее на землю, обработать, отойти, обработать, позвонить человеку, чтобы он вышел, эту коробку взял и ушел вместе с этой коробкой, уже к себе домой, и там ее распаковывал. Если опять-таки, если это возможно. Я понимаю прекрасно, что есть частные случаи, этого может не быть, но... Дальше. Холодильники, мойки, кастрюли и инжи... Просто перевожу сразу, поскольку вебинар на русском, я сразу перевожу. И другое, кухонное оборудование, монеты, нержавеющая сталь. Два-три дня. Два-три дня. Пластик. Стаканчики для воды. Вот такие вот стаканчики, допустим. Ну, это, правда, не пластиковые, это бумажные, но, знаете, есть такие пластиковые стаканчики. Сидения в транспорте, кнопки, элементы фурнитуры. Ну, фурнитура это на мебели, там, ручки на окнах, вот пластиковых, это все фурнитура. Это пластиковые, ручки на пластиковых окнах. Два-три дня. Понимаете, если вы пришли домой, я просто, ну, может, простите, если я такие, там, вам примеры привожу, но чтобы я это делаю всегда на всех своих лекциях, выступлениях, чтобы это было понятно. Если вы пришли к бабушке или к дедушке, или к человеку, который нуждается в вашей помощи, домой, вот в этих вот перчатках, или еще лучше в голых руках, которые вы целый день ходили, где-то что-то брали, вы их не обработали перед тем, как зайти домой. Этот человек говорит, ой, там, внучечка, дочечка, или там кто там, не знаю, там, Мария Ивановна, а закройте окно, дует мне, пожалуйста. Вот целый день лежу, закрыть никто не может, спина болит. И вы берете и этой рукой, или этой грязной перчаткой берете за этот пластик, и закрываете этому человеку окно, допустим, потом открываете. Вы уходите, а на протяжении двух-трех дней на этой оконной ручке остаются, могут остаться еще коронавирусные вот эти вот, ну, коронавирусные вирусы, простите за каламбур, может остаться вирус. И этот человек может на следующий день ему станет легче от лекарств, которые вы ей принесли. Это бабушка или дедушка встанет, возьмется своей рукой у себя дома, думая, что все хорошо, закрыть это окно, и вирус окажется у нее на руке. Дальше, ну, не будем тратить время, вы все понимаете, что может быть. Мебель, дерево 4 дня, бумага и стекло до 5 дней, это дуркованная продукция, то есть вот такие всякие раздатки, бумажки, офисные вот такие бумаги, бутылки, зеркала и так далее. Глиняная посуда, керамика 5 дней и металл, это дверные ручки, украшения, столовые приборы, монеты и ключи, кстати, что очень важно, это ключи, то же самое такая вещь, это 5 дней. Кто знал, еще раз повторили, кто не знал, будет знать, что это вот почему я сейчас про это говорю, почему я говорил о том, почему важно не заходить в помещение к человеку, к которому вы пришли, для того, чтобы минимизировать контакты ваши с его предметами обихода, которыми он использует каждый день. Это очень важно. Конечно, риск того, что этот вирус может быть у вас на руке, на перчатке, вы пришли и потрогали ручку, человек потрогал, он, конечно, не стопроцентный, но он по-прежнему остается очень большим и очень существенным, поэтому об этом важно помнить, вот об этих, сколько вирус живет на каких-то предметах. Точно, что он живет на 10 минут, это нужно запомнить, он живет долго, от одного до нескольких дней, в зависимости от этого материала. Вот. Что еще важно сказать уже в заключении? У нас остается 10 минут. Времени, конечно, мало, но я надеюсь, что так по основным параметрам мы с вами прошлись. Напоминаю номер 1545, кто не записал. Давайте поговорим с вами в оставшиеся 10 минут уже у моей, к сожалению, моей профильной, поскольку я являюсь психологом и психотерапевтом, у моей профильной темы, это психологическая помощь, первая психологическая помощь людям, нуждающимся во время эпидемии пандемии. Либо, ну, если говорят простым языком, а именно так я и хочу сегодня с вами об этом поговорить, что нужно делать и как не нужно делать с людьми во время общения, с теми берифициарами, которых вы посещаете. Смотрите, важно, что понимать. Первое, что люди, которые, я об этом уже говорил и повторюсь еще раз, к которым вы приходите, они, многие, могут не знать даже, что такое интернет, они могут не понимать, что такое интернет, они могут черпать свою всю информацию касательно карантина, касательно антисептиков, касательно масок и так далее и тому подобное, только от людей, с которыми они контактируют. Это могут быть родственники, а это можете быть только вы. Поэтому от того, что вы им говорите, от того, как вы им это говорите, на каком языке, понятном, непонятном, насколько проверенная ваша информация может зависеть безопасность данного конкретного человека, который находится в уязвимой категории. Что это значит? Это значит, что если вы, у вас этот человек спрашивает, или вы хотите его проинструктировать о поведении во время эпидемии коронавируса, используйте, пожалуйста, только проверенную информацию. История о том, что маски нужно смазывать чесноком, клеить женские прокладки на ихнюю обратную сторону, о том, что коронавирус передается на расстоянии в километры вместе с ветром. Вот эту информацию, пожалуйста, пожилым людям или людям мнительным не надо говорить. Любой источник информации проверяйте. Есть ли это сейчас в интернете? Ну, я думаю, если вы смотрите это, то хоть какой-то минимальный доступ к интернету у вас уже есть, если вы получили это видео сейчас или потом через время. Напомню, сейчас 15 апреля. Есть сайт Международной организации здравоохранения, есть наши урядовые государственные сайты в Украине, источники. Минздрава, на которых есть проверенная информация, которая, ну, ее можно сейчас найти, она есть. Следите, пожалуйста, за только проверенной и качественной информацией, проверенных и качественных источников, не из каких-то там заголовок новостных сюжетов или непонятных вот сюжетов на Ютубе, которые там кто-то где-то как-то снимает и рассказывает важные вещи. Потому что, ну, помните о том, что если вы смотрите какого-то человека, то он должен быть, ну, в этом должен разбираться. Я вам не говорю о молекулярной биологии, вирусологии, потому что я таким не являюсь. Я вам говорю об алгоритмах и действиях с точки зрения простого человека, который работает с людьми. Вот, поэтому каждый должен в этом разбираться. Так вот, дальше. По поводу того еще, как общаться и что нужно делать с людьми, к которым вы приходите. Конечно, если бы мы сейчас говорили с вами о первой психологической помощи, и если бы мы шли еще по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, это точно еще как минимум один или два семинара нужно для социальных работников. Он бы назывался, наверное, правило общения там или оказание первой психологической помощи. Но я попытаюсь вот сейчас сделать некоторую выживку из этого. Важно, что еще помнить, что люди, на которым вы приходите, которые находятся дома или которым вы помогаете, они точно так же могут испытывать определенные чувства в связи с тем, что происходит. Это стресс, это страх, это уровень тревоги. И ваша задача в этих условиях, помимо обязанностей сделать, оценку потребностей, понять, что человек хочет, что ему сейчас необходимо, в чем он нуждается. Вам необходимо еще, как мне кажется, если все-таки человек испытывает стресс и тревогу и некоторый страх, каким-то образом позволить ему снизить уровень его напряжения. Еще раз, каким способом это можно сделать? Путем информирования. Такой пример взаимодействия с бенефицарами, получателями помощи, как информирование. Либо, ну не либо, а просто информирование. Путем того, что вы рассказываете о том, что сейчас вот такая ситуация в мире, что во всем практически мире, сейчас во всех странах приняты карантинные меры. Что необходимо сидеть дома с целью того, чтобы не заболеть и не заразить других людей. Следует также говорить о том, что этот вирус, несмотря на его распространение по миру, несмотря на то, что он, безусловно, опасен, он вызывает смертность, этот вирус не должен являться чем-то, что человека загонят вообще в какую-то там подпольную жизнь. Он будет бояться даже воду пить там из-под крана. Кстати, через воду не передается из-под крана или свитка. Вот. И он должен вообще перестать двигаться, все время лежать там и бояться. Тем самым еще больше навредить. Важно говорить о том, что людям этим, что это все закончится. О том, что мы, по крайней мере, пока что, мы уже не знаем точно, когда это закончится, но вот врачи в стране или врачи в мире, опять-таки по информации, которую вы можете взять на официальных сайтах, говорят, что к лету эпидемия может спать. Допустим, осенью или в ноябре, как сейчас говорят, есть вероятность того, что она может возобновиться. О том, что делаются вакцины по всему миру. О том, что они делаются не 10-15 лет, а в течение ближайшего года уже говорят о том, что будут вакцины. О том, что этот вирус может, что он может проходить бессимптомно. Потому что, когда мы говорим о коронавирусе, мы сразу вспоминаем все реанимацию, аппараты искусственной вентиляции легких и прочие вот эти вот вещи, которые могут происходить. Важно людям говорить, особенно пожилым людям, что этот вирус, он опасен, что нужно соблюдать карантин, мыть руки и соблюдать, носить маску и поменьше контактировать. Но он также может происходить и с меньшими симптомами. Он также может происходить, и им также можно еще и не заразиться. Тоже может быть такое, что важно соблюдать элементарные правила гигиены. Важно соблюдать элементарные правила, такие как проветривание, такие как проветривание помещения, такие как дезинфекторы, мытью рук и прочее. Это, как я считаю, такие самые основные, самые простые способы, как общаться с такими людьми пожилыми. Часто еще спрашивают вопрос, как общаться с детьми. У меня, по крайней мере, там в фейсбуке, на прямых эфирах мы делаем иногда какие-то эфиры, что-то вроде того, как мы сейчас проводим, только в социальных сетях. Тоже спрашивают, а как, в общем-то, общаться с детьми по поводу коронавируса? Точно так же, как и со всеми остальными людьми. Говорить им правду. Говорить им то, что есть. Не пугать, не запугивать, не рассказывать, как это ужасно, потому что мы помним, что дети и особо мнительные люди могут копировать наше состояние, и если мы чувствуем страх и тревогу, они тоже могут начинать чувствовать. В общем, этого не делают. Говорить как есть, говорить честно, говорить о рисках, говорить о безопасности, говорить о том, что важно хорошее настроение, здоровый образ жизни, проветривание помещения, манеру и прочее, прочее, прочее и тому подобное. И еще, в заключение остается у нас 3 минуты, в заключение хочу сказать вам о том, о пользе положительных эмоций. Не только во время эпидемии вируса, а вообще, в принципе, казалось бы, такая банальная вещь, как надо улыбаться, надо быть радостным. Но тут я вам скажу, наверное, как психотерапевт, который сертифицирован по помощи и работе со специально обученными психологическими, терапевтическими собаками, то есть это когда мы выезжаем к человеку, либо к ребенку, либо к другому, любому человеку, и психологическая работа проходит при помощи специально обученной терапевтической собаки. Так вот, оттуда я узнал именно вот из этого направления о том, что по результатам исследований западных, американских, в частности, ученых, которые были еще много лет назад, да и не только их, вообще в принципе, любое радостное событие такое, как поглаживание собаки, либо нахождение, там, общение с людьми, с родственниками, с близкими, любое переживание, даже если мы смотрим какой-то хороший фильм, либо картину, либо слышим другого человека, который излучает радость и уверенность, эти доверия к себе, повышает, что значит повышается настроение, если мы пойдем немножко дальше, ну, насколько я могу, как не специалист, там, не биолог, да, об этом говорить, есть такой гормон, который называется окситоцин, гормон радости и гормон счастья его еще называют. Так вот, после общения с домашними животными, после поглаживания их, после поцелуев с любимым человеком, после приятных слов, там, сообщения, каких-то смс-как, либо звонков, этот уровень окситоцина, он повышается, это научно доказано. А он, в свою очередь, также может влиять, это тоже есть предположение по поводу этого, что он также может влиять и на иммунную систему, на укрепление иммунитета в целом. Поэтому я всем вам советую меньше паниковать, смотреть только проверенную информацию, придерживаться всех тех правил, которые я вам сегодня за эти полтора часа рассказал, побольше улыбаться, проветривать помещение и побольше общаться со своими близкими, родственниками, друзьями, созваниваться с ними. Если вам страшно и вы чувствуете панику, страх, то не молчите, говорите об этом. Если это важно сказать еще и вашим детям, что если ты боишься и тебе страшно, то ты можешь бояться и ты можешь, давай побудем бояться вместе, расскажи, чего ты боишься. Чувствуйте, переживайте и не забывайте, что это ажиотаж и вся эта инфекция, она пройдет. И дай Бог, чтобы она прошла очень быстро, чтобы она прошла как можно быстрее. И мы все вместе с вами постепенно вернемся к нашей обычной повседневной жизни. И то, как мы переживем сейчас это, то, с какими эмоциями, с какими последствиями мы это все переживем, это тоже очень важно. Поэтому продолжайте жить, радоваться жизни, наслаждаться, общаться с близкими, с родственниками, соблюдать меры предосторожности. И все тогда будет с нами и с вами, и со мной хорошо. Ровно прошло полтора часа. Всем спасибо за то, что тем, кто сегодня был в прямом эфире, тем, кто следил за нами сегодня в прямом эфире. Спасибо большое тем, кто задавал какие-то вопросы либо комментировал что-то. Спасибо большое, что писали про звук. Извините, если так получилось. Но, видите, кто-то пишет хорошо, кто-то пишет плохо. В любом случае, этот вебинар еще будет в доступе потом отдельно. Его можно пересмотреть. Можно будет, в общем-то, промотать те какие-то моменты, которые вам нужны, и что максимум заканчивает. Ну, в общем, этому спасибо вам, спасибо вам большое. Ну, и вам спасибо большое, что послушали. Надеюсь, вам было это интересно и полезно. И выражаю вам, вот еще конец, выражаю вам большую благодарность, как и врачам, как и спасателям, как и всем людям, помогающим в профессии, коим я тоже себя причисляю. Выражаю вам большую благодарность за то, что вы делаете, за ваш труд, за ваш вклад и за то, что вы делаете действительно поистине очень важные. Это, ну, не хочу, чтобы это звучало как громкие слова, это скорее просто слова человека, который тоже работает с людьми и оказывает им помощь. Вы делаете действительно очень важное дело, которое очень многие не видят. Эти дела, они незаметны, но так часто и бывает, что добрые дела часто остаются незаметными. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы даже в этот непростой период продолжаете свою работу и помогаете тем, кто в этом нуждается. Надеюсь, я сегодня помог вам и этим людям, тем, что записал этот прямой эфир. Вот на этом и будем заканчивать. Не болейте, если что, в новых встреч. Пока. Сейчас звук похуже должен уже быть. Я не знаю, тут запись еще не остановилась. Это, наверное, может под...